Казахстан 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 Приветствую всех поклонников авиации Spineful Fire. Внезапно для всех вышел патч 1.95, который подарил нам новую авиационную ветку Швеции, один французский сверхзвуковой самолёт, а также советские реактивные истребители, а именно две модификации МиГ-21. Советский Союз получил версию СНТ, а ГДР, то есть пожалуй, я начну свой путь обзоров новой техники именно с советского варианта МиГ-21, по внешнему виду уж становится понятно, что он отличается от предшественника. Возникший горб — это дополнительный топливный бак, в реалиях игры он особой пользы не даёт, а наоборот прибавляет недужные килограммы к залётному весу, что отрицательно сказывается на лётно-технических характеристиках, но есть у этого МиГа и много плюсов, например, новое курсовое вооружение. На СМТ была установлена 23-мм пушка КШ-23Л, обладающая скорострельностью в 3396 выстрелов в минуту. Учитывая, что наш боекомплект состоит всего лишь из 200 снарядов, стрелять приходится очень короткими очередями. Но пушка по баллистике и точности будет намного приятнее, чем NR-30, которая была установлена на предыдущей модификации. Урон не скажу, что меня порадовал. Часто при попаданиях противник выживал и даже мог уйти на аэродром. Ленты я перепробовал все, но не нашёл самой эффективной. Остановился на бронебойной. Вроде, как по мне, она показалась лучше, чем остальные. БК хватает максимум, чтобы сбить двоих противников. Всё же реактивная эра славится своими высокими скоростями, а порой не так уж и легко попадать с курсового вооружения. При стрельбе нужно учитывать, что пушка установлена снизу фюзеляжа, так что всегда придётся задирать на самолёта чуть выше, иначе вы промахнётесь. Но это всё уходит на второй план. Главное преимущество нового Мига в его подвесах, а точнее в ракетах R-60, которые по эффективности явно превосходят американские Сайндвиндеры. Всего можно установить Т-4 ракет класса воздух-воздух. Перегрузка советской ракеты доходит до 18G, а это значит, что она неплохо может увязаться за противником в вираже. По эффективности R-60 будут на втором месте, сразу после британских ракет. Это можно считать превосходным аппом советских истребителей. Хотя не скажу, что они до этого сильно страдали. Миг-19, например, до сих пор орудует в рандоме. Сейчас их стало ещё в разы больше. Советские ракеты выигрывают за счёт максимальной дальности в 5 километров и хорошего доворота. Порой мне даже удавалось поймать противника в вираже, и это я считаю успех для Миг-21 СМТ. Предыдущая модификация получилась блеклой на фоне превосходящего по ЛТХ Миг-19, тогда было тотальное унижение всех 21-ых. В патче 1.95 у 19-го Мига внезапно забрали ракеты R-13, тем самым немного уравняв шансы в ближнем бою. К тому же, у игроков, которые уже прокачали нового Мигаря, появилась шикарная возможность оказаться выше, чем космический Миг-19. Первенство за разведку из космоса может теперь получить Миг-19 СМТ. И всё за счёт нового двигателя R-13F-300, который придал самолёту больше динамики. Хотя у Земли максимальная скорость не поменялась и по-прежнему составляет 1300 км в час, что меньше, чем у Фантома. По манёвренности каких-то кардинальных отличий нет, по крайней мере в лучшую сторону. СМТ стал тяжелее, а значит бороться на равных с манёвренными самолётами он не может. Особенно чувствуется просадка в управлении на большой высоте. Радиус выражать там значительно увеличивается, что заставляет нас снижаться или наоборот занимать ещё больший рубеж по высоте. Подводя итоги, могу сказать, что Миг-19 СМТ отлично себя чувствует в воздушных боях. По сравнению с предыдущей модификацией, с курсового вооружения стало намного удобнее стрелять, а 4 ракеты дают неплохую возможность занять господство в воздухе. Проблема Мига по-прежнему заключается в не самой лучшей манёвренности и в малом боекомплекте у пушки. Ну, теперь, когда самолёт обладает ракетами R-60, Миг способен увернуться от атаки и пустить в догонку ракету, что часто приводит к сбитию противника. В этом он хорош, хотя на продолжительный манёвренный бой рассчитывать не стоит. Из интересных дополнительных особенностей нам предоставили РЛС и СПО. Теперь, если вас облучает радаром, вы получаете соответствующий сигнал и примерное направление излучения. Интерфейс выглядит так же, как и у вертолётов, только в авиационном РБ эта функция мне не особо пригодилась. Что насчёт радара, то он работает на дистанции в 30 км, что неплохо позволяет обнаружить воздушные цели. Но опять же, по большей части в РБ это не нужно. В совместных боях у нас есть возможность взять подвесное вооружение. К сожалению, нет никаких управляемых ракет в воздух-земля. Имеется всего лишь 4 мощных ракеты С-24, которые вы уже знаете по обзору ИУ-28Ш. Вот только на 4 фрага рассчитывать не приходится. На боевом рейтинге 10-3 есть целая куча ЗРК, которые смогут вас сбить ещё на подлёте. Вам очень повезёт, если против вашей команды не попадётся отдаться. Помимо неуправляемых ракет имеется бомбовая нагрузка. По отдельности можно взять 4 бомбы по 250 кг и 2 по 500. Для быстрого нанесения мутара это сгодится. Но обычно я использовал С-24. Так же есть ещё блоки с кумулятивными ракетами С-5К, которые пробивают 150 мм брони. И всего нам доступны 96 таких ракет. Насчёт их эффективности вопрос спорный. Потому что чаще нас будет сбивать зенитка, чем мы будем успевать откидать их по танкам. Тем более, по управляемости МИГ ни разу не штурмовик. Он плохо выходит из пикирования и может легко зацепить землю, деревья, дома, а то и сам танк. В симуляторных боях мы временно получили кабину от предыдущей модификации. По управлению самолёт практически не изменился. По-прежнему имеется неизвестный скачок на скорости 1170 км в час, который часто приводит к промахам при заходе на цель. И к этому ещё прибавилось зеркало, расположенное в верхней части фонаря кабины. По эффективности скажу, что оно больше мешает, чем помогает в воздушном бою. Часто оно просто закрывает противника. Тем не менее, мне удалось сбить парочку истребителей, и МИГ-21 показал себя достойно в авиационных СБ. Данный обзор я должен был ещё подготовить 5 часов назад. Но как-то целый день мне не везло, и режим противостояния заставил долгое время летать к опячке возрождения. Всё началось с того, что я случайно затаранил китайский МИГ в обычных сессионных боях. Затем попробовал самолёт танковых СБ, где у меня в последний момент увели фраг, а после этого перешёл в противостояние, и долго летал на Ил-28, пока не закончились противники. К сожалению, тогда я так и не успел попробовать 21-го МИГа. Но через некоторое время я повторил попытку уже на стоку в МИГ-15, и мне удалось добыть заветные 450 очков. И я наконец-то записал для вас этот материал. Кстати, используя радар симуляторных боях, я заметил, что он отмечает вражеские контакты одной точкой, а союзные — двумя. То есть у нас работает система свой-чужой. Плохо, что не меняется масштаб РЛС. Мне, например, такая большая дистанция в 30 километров часто мешала определить противника. Исторически МИГ-21СМТ — это продолжение уже имеющейся модификации СМ, которая берёт свои корни от МИГ-21С. С означало «Сапфир-21», то есть отмечало наличие устребития бортовой радиолокационной станции РП-22. Затем появилась модификация СМ, которая обзавелась новым двигателем Р-13-300 и внешним подвесным топливным баком, а также на самолёт установили 23-мм пушку ГШ-23Л. Война во Вьетнаме показала, что реактивным истребителям помимо ракет всё ещё по-прежнему требуется курсовое вооружение. Поэтому пушку встроили в фюзеляж. Версия СМТ — это уже обновлённая модификация СМ, которая обладала большим объёмом топливного бака и мощным двигателем Р-13Ф-300. Помимо обычного форсажа, истребитель получил чрезмерный форсаж, что увеличило тягу до 1900 кг силы. Но несмотря на это, тяжёлый самолёт не очень нравился лётчикам, поэтому в истории авиации он не оставил заметного следа. всего произвели 281 истребитель. Вот такая история. Не забываем поставить лайк и хенджель, и подписаться на канал. В описании вы всегда найдёте 3% скидку на все покупки в магазине War Thunder. Ну а я вам желаю, что, как обычно, легких фрагов и чистого неба над головой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok